Российскую систему здравоохранения принято сравнивать с западной. У нас бесплатно, а там качественно. У нас врачи получают маленькие зарплаты, а там рискуешь остаться без помощи, если у тебя нет хорошей страховки. А вот все ли мы знаем про нашу систему здравоохранения? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Доктор уже в нашей студии. Сегодня к нам пришла Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, заместитель председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения. Сам ГМО. Добрый день, вечер, Лидия Алексеевна. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о том, как же строится наша система здравоохранения, как выстраивают соотношения врач-пациент, вообще что нужно делать для того, чтобы лечение не превращалось в мучение. И думаю, что вы уже не единожды слышали такой вопрос, но не могу не спросить. Вот вы возглавляете, вы вице-президент ассоциации врачей, при этом вы защищаете права пациентов. Как вообще все это увязать и в конечном итоге на чьей вы стороне? Ясно. Да, вопрос мне неоднократно задавался по вообще, это проблема правомерности, как можно защищать интересы той и другой стороны, потому что все-таки мы в этом случае должны столкнуться с конфликтом интересов. Но я должна сказать, что в ассоциации, я не просто вице-президент, я возглавляю там Центр правовой защиты врачей. И в то же время, как сопредседатель Совета по защите прав пациентов, я должна защищать интересы пациентов. Возможно ли это? Ну и я думаю, вот моя практика, мой опыт работы показывает, что это не просто возможно, а это как раз позитивно. Потому что мы на сегодняшний день, к сожалению, переживаем ситуацию слома, большого слома ранее складывающихся отношений в сфере охраны здоровья. И вот этот слом этих отношений, он связан с тем, что стороны очень часто как раз находятся в конфликте. И вот вопрос, а как урегулировать этот конфликт, только зная права той и другой стороны, защищая эти права и выстраивая отношения сотрудничества, когда вектор интересов сторон направлен навстречу друг другу. Я надеюсь, мы сейчас поподробнее об этом, Лидия Алексеевна, поговорим, потому что тема очень важная, действительно. Вот современная действующая модель здравоохранения, она, я точно не скажу, когда она менялась в последний раз. Модель здравоохранения возникла с принятием, еще в 93-м году, с принятием новой конституции и гражданского кодекса. И возникла она на основе того, что в гражданском кодексе прописано, что здоровье признается, здоровье и жизнь человека признается наивысшим благом, которое защищает общество, государство, ну и, естественно, сам человек. Здоровье и жизнь принадлежат лично человеку, и только он вправе ими распорядиться. И только он вправе принять все решения, касающиеся своего здоровья. Вот это благо, которое дано человеку, оно неотчуждаемо, непередаваемо, и он вправе им самостоятельно распорядиться. А как распорядиться, если у человека нет знаний профессиональных? Как он может принять решения в отношении своего здоровья, ну и тем более решения, например, пойдет ли он на медицинское вмешательство или нет? И как это в итоге скажется не только на его здоровье, но и повлечет какие-то последствия для его жизни? И уже в 1993 году выходит первая основа законодательства об охране здоровья, которые прописывают определенный набор прав. И вот реализация этих прав, прописанная в основе законодательства, и позволила решать проблему, каким образом человек при соблюдении этих прав может как раз принимать решение о медицинском вмешательстве, какие обязанности накладывает это на другую сторону, на ту, которая оказывает медицинскую помощь, что должно быть обеспечено при оказании медицинской помощи, чтобы вот это право пациента было четко реализовано. Ну, должна отметить, что этот закон остался неизвестен и не реализовался практически на протяжении 20 лет. Который в 1993 году был. В 1993 году. А вот в 2012 году был принят новый закон, основы об охране здоровья граждан. Закон федеральный 323. То есть вот 8 лет назад, да? Да. 8 лет назад, и вот этот закон очень четко прописал, что нынешняя модель здравоохранения, она называется пациента-ориентированная, пациента-центричная. Она вся направлена на удовлетворение интересов пациента. Сейчас поговорим об этом, но сначала давайте ответим на звонок зрителей. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Была на консультации больница Середаевна, и урок мне назначила МРТ. Объект направления на исследование не дает. Но МРТ входит в МАЭС. Почему я должна идти делать в АПЛА? Спасибо. Кстати, вот очень хороший вопрос. Тоже хотела вас об этом спросить, когда действительно доктор неохотно дает направление на бесплатное прохождение какого-то исследования. Ну, вы знаете, я думаю, что вот не совсем правомерно постановка вопроса неохотно дает. Скорее всего, может быть, у доктора нет оснований. Доктор не считает необходимо проводить это диагностическое обследование. Потому что, несмотря на то, что здоровье принадлежит пациенту, но все-таки право и обязанность лечащего врача определиться с перечнем исследований, которые необходимы пациенту. Лидия Алексеевна, вот здесь уже невролог порекомендовал пройти это исследование. Девушка звонила, а терапевт так не считает, получается, да? Ну, я думаю, что все-таки здесь речь может опять идти о том, что направления, которые даются пациентке в системе обязательного медицинского страхования, они имеют... Я не могу сказать, что они имеют какой-то ограниченный объем. Но, учитывая вот нынешнюю ситуацию, когда мы с вами оказались в условиях, когда объем плановой помощи был ограничен, возможно, что сейчас возникла довольно большая очередность на плановое обследование. Если речь идет об обследовании для того, чтобы оказать помощь в экстренной и в неотложенной форме, врач обязательно даст направление. Возможно, что все-таки речь идет о том, что она может быть сейчас отсрочена по времени, и это могло не устроить пациентку. Программа государственных гарантий обязательного медицинского страхования, она содержит сроки ожидания. И вот сроки ожидания, они определены как 14 календарных дней для планового обследования. Ну, я еще раз повторяю, учитывая, что мы сталкиваемся с ограничением плановой помощи, и в том числе всех видов плановых обследований, вот сейчас, к сожалению, такая ситуация с несоблюдением сроков, она может сложиться. А сейчас вернемся к пациентоориентированной модели здравоохранения, о которой вы говорили. Скажите, а почему многие доктора приняли ее с настороженностью? Вы знаете, здесь очень много обстоятельств, я попытаюсь коротко остановиться на этом, но все-таки показать вот всю такую глубину в развитии правоотношений, которые складываются в пациентоориентированной модели, ведь ранние правоотношения были таковы, что врач, имея образование, обладая объемом знаний, он стоял как бы над пациентом, он выступал в роли родителя, абсолютно четко устанавливал диагноз, не согласовываясь с пациентом, там, план обследования, наблюдения. Это было право врача, не только, в чем оно было абсолютно незыблемо, не подвергалось никогда сомнению, право врача распорядиться не только здоровьем, но и в конечном итоге жизнью пациента. И это признавалось в том числе и самими пациентами. И вот эти отношения, они назывались отношениями, которые складываются между родителями и детьми. То есть это отношения, когда врач стоял вот сверху, сверху патерналистские, слово патерналистские отношения. обязательно дать информацию о том, каковы риски вмешательства, каковы могут быть осложнения, и в итоге получить письменное согласие пациента на проведение этого вмешательства. Понимаете, для многих врачей это кажется совершенно непонятным и абсолютно ненужным. Но это вот первая позиция, это касается тех врачей, которые, ну вот, имеют достаточно большой опыт работы и работали в советском здравоохранении. Но, вы знаете, здесь есть еще один момент, связанный с тем, что, ну, никогда не бывает вот все абсолютно уравновешено. Вот 323-й федеральный закон, там 100 с лишним статей. Из этой сотни статей почти все 100 посвящены реализации интересов пациента. О врачах, даже не о медицинских работниках, там говорится буквально в пяти статьях. То есть мы имеем асимметрию прав, обязанностей и ответственности между сторонами права отношений. Так вот разве это благотворно повлияет на лечение? Нет, конечно. Это не... Здесь не на лечение, а на систему отношений. Тем более. Вот, знаете, вот врачебно-медицинское сообщество осталось как бы в обиде. Почему? Вот права пациента, там набор из 16 позиций, да, права врача из 5 позиций. И то это права не столько самого врача, как личности, а права наемного медицинского работника. Убрали даже право на защиту чести и достоинства, которое было в первых основах законодательства. И самое главное, что абсолютно не содержит закон и нет других подзаконных нормативных актов, которые бы устанавливали минимальный объем социальных гарантий для врача, принимая во внимание, что все-таки уровень заработной платы, да, в социальной сфере и у педагогов, у врачей достаточно низкий. Не секрет ни для кого. Да. И к этому вот ранее при социализме добавлялся большой объем социальных гарантий. Право на обеспечение жильем, да, бесплатно и возможность внеочередного устройства, там, в детские сады. На сегодняшний день социальные гарантии по обеспечению жильем практически не прописаны, но за исключением. То есть они отдаются на усмотрение органов исполнительной власти. В разных регионах это обстоит по-разному, но законодательно они не прописаны. Даже вопрос, который связан с предоставлением какого-то льготного ипотечного кредитования. Вопрос, который связан вот сейчас особенно в условиях ковида, да, с теми социальными гарантиями в случае причинения ущерба здоровью. Да, указ президента, 30-й добавил к тому, что существовало в трудовом законодательстве. Ну, согласитесь, все-таки степень риска значительно превышает тот уровень гарантии, который есть. И поэтому вот в профессиональном медицинском сообществе, знаете, сформирована какая-то некая вот такая обида, неудовлетворенность, потому что я пришел в профессию и хотел отдать все, а я столкнулся с высокой интенсификацией труда, с тем, что у меня минимальная социальная гарантия, да еще и рост числа обращений, за которыми иногда следуют судебные иски. Лидия Ксимовна, давайте ответим сейчас на звонок и продолжим разговор. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я бы хотела бы узнать, почему врачи списывают, ну, чаще всего, самые такие дорогие лекарства. Я когда прихожу с дистанциями в аптеку, мне всегда фармацевт предлагает какие-то аналоги. То есть, ну, например, говорит, ну, вот можете взять вот это, оно подешевле. Но при этом врач никогда не предлагает никакой-то альтернативы. Вот хотелось бы узнать, почему. Или это все-таки очень важно, дорогое лекарство, или то же самое действующее вещество, но подешевле. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что на врача, конечно, не возлагается функция отслеживания цены. Бюджетской цены. Значит, задача врача – это все-таки определиться в соответствии со своими клиническими знаниями, в соответствии с клиническими рекомендациями. Назначить тот лекарственный препарат, который врач считает наиболее эффективным. А вот аптечные учреждения, которые, в общем-то, цены на лекарственный препарат, там, провизору или фармацевту, хорошо известны. Конечно, он сейчас и по вот существующим обычаям делового оборота, задача аптечной организации предложить пациенту, да, и более дешевые аналоги. Учитывая, конечно, что все-таки он должен предложить именно тот лекарственный препарат, который выписал врач. И вопрос о том, что у врача есть какая-то корыстная цель, и врач связан с аптечной организацией, вот какой-то позиции обеспечения дорогостоящими. Ну, вы знаете, я... Может быть, какие-то отдельные случаи есть, но я думаю, что это не характерно для профессионального врачебного сообщества. А то, о чем сейчас перед тем, как отвечать на вопрос вы рассказывали, мне кажется, не способствует поднятию авторитета врача, зато способствует действительно внесению какого-то непонимания в отношении врач-пациент, что, собственно, сейчас и происходит. Мы почти ведь каждую неделю слышим истории одну-другой хлещи, то медики доводят пациента до ручки, то сам пациент агрессивен и нападает на доктора. Вот это противостояние, как вы думаете, вообще методы его решения, и как эти конфликты разрешать? Ну, давайте обратимся опять-таки к причинам роста конфликтов. И я уже говорила о законодательстве, которое регламентирует сферу охраны здоровья, так уже с 93-го года, когда кроме основ законодательства принимается совершенно другая модель страховой медицины, выходит закон об обязательном медицинском страховании, и к нам приходит понятие медицинской услуги, которое заменяет понятие медицинской помощи. Ну, вот давайте сами посмотрим. Медицинская помощь предполагает обращение, которое говорит, помогите мне в решении проблемы, возникшей с моим здоровьем. И стороны уже как-то автоматически вовлекаются в процесс взаимоотношений по оказанию медицинской помощи. А что такое медицинская услуга? Это превращение медицинских работников в сферу и превращение всей сферы здравоохранения в сферу оказания услуги. Услуга, любая услуга, это, по сути дела, процесс ремесла. Это процесс, вот само понятие медицинской услуги, это медицинское вмешательство, направленное на профилактику, диагностику, лечение заболеваний. И она сейчас очень четко расписана по алгоритму. Есть чек-листы, как оказывать ту или иную медицинскую услугу. Она четко состоит из процесса. И в этом процессе нет места тому взаимодействию между врачом и пациентом, которое ранее существовало при оказании медицинской помощи. Получается, врачу вообще он не заинтересован в том, чтобы искать какие-то другие варианты. Ему проще вот сделать так, как прописано, и избежать потом жалоб и прочее. Нет. Законодательство предусматривает, вот врач, получая письменное согласие на медицинское вмешательство, обязательно должен рассказать о всех альтернативных способах. Это предусмотрено законом. Правомерная форма согласия содержит как раз такую строку, что мне доведены до сведения альтернативные способы медицинского вмешательства. Я несколько о другом. Я говорю о процессе общения врача и пациента. Вот профессиональная этика, которая и касалась не только того, как должен вести себя врач по отношению к пациенту, она касалась вопросов взаимодействия пациента с врачом. Стороны в обязательном порядке соблюдали этические нормы со стороны врача. Да, это признание пациента личностью, да, не объектом, на который направлено его действия, а пациент как личность. Это понимание тех страданий, которые испытывает пациент. Я всегда говорю вот на своих лекциях, не надо вовлекаться вот в сочувствие пациенту, да, и страдать вместе с ним. Нужно просто понимать, что пациент страдает и всячески и делом, и словом облегчать эти его страдания путем общения с пациентом, снять у пациента страх, неизвестность, что будет? Очень-очень важно. И вот, к сожалению, вы знаете, автоматически на протяжении вот этих 20 лет, которые более уже, чем 20 лет, мы идем по пути реализации вот этой модели оказания медицинских услуг, там не оказалось места для этических алгоритмов, не прописывает, что врач в ходе этого должен соблюдать этические принципы, должен быть участлив по отношению к пациенту, должен смотреть не в медицинскую документацию, а пациенту, должен проявить доброжелательность по отношению к нему, и пациент это должен почувствовать. Здесь есть моменты, связанные с тем, что в первичной медицинской помощи, когда у врача на прием отведено 10 минут, проявить это невозможно, по сути, то есть врач сейчас просто, ну, физически, в условиях своей работы это сделать почти не может. Кто принимает такие регламенты, да. А регламенты еще принимать можно было бы регламенты переступить, и у руководителя медицинской организации есть право увеличить время приема, но посмотрите, это кадровая необеспеченность, да, это вопрос, вот закон содержит позицию обеспечения доступности и качества медицинской помощи, и позиция качества определена, она прописана, каким образом условия для реализации качественной медицинской помощи, а вот понятие доступности как-то законом и подзаконными актами не раскрыто, но по сути дела мы сейчас, вот тот вопрос, который задавался, доступность диагностических исследований, она, какова, доступность и возможность попасть на прием к врачу, так как это регламентировано условиями программы, она очень часто связана вот с теми условиями по факту оказания медицинской помощи, когда кадровая обеспеченность в первичном звене, особенно вот в районных, в центральных районных больницах, она может составлять сейчас не более 50 процентов. Поэтому вот сфера услуг, которая существенным образом изменила систему, она тем не менее требует, чтобы соблюдались вот этические принципы, потому что неизбежен рост вот тех обращений, с которыми пациенты обращаются в органы власти, в контролирующие органы, и ведь они обращаются, они не могут, ну, если там ненадлежащее результатное лицо, да, но очень часто они не удовлетворены процессом общения, понимаете, они не удовлетворены вот теми условиями, на которые они рассчитывали. Возникло онкологическое заболевание, да, предложили сразу операцию, а есть ли другие способы, а где лучше оперироваться, а как мне врач, каков все-таки, что он мне расскажет о моем исходе. А врачи очень часто вот сейчас на сегодняшний день считают, что они услугу-то, она и не включает этот процесс общения. Но вы знаете, вот по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, когда он практически начал свою деятельность в качестве губернатора, была принята дорожная карта по увеличению уровня удовлетворенности населения, оказанными медицинскими услугами. И вот там первая позиция в этой дорожной карте занимала вопросы этического воспитания в профессиональной среде, вот расширение уровня правовых знаний у двух сторон в правоотношениях и у врача, и у пациента. И чему это будет способствовать? Тому, что мы придем к модели не старой патерналистской, да, а мы придем к модели партнерской. Придем? Придем. Я на это, ну вот вся моя деятельность на это нацелена, причем я как доцент кафедры постдипломного образования, у нас проходит образовательная неделя для ординаторов. И вот в этой среде нужно заниматься не только обучением, но и воспитанием наших ординаторов, будущих врачей. И я думаю, что мы обязательно к этому придем. Но здесь нужны усилия и со стороны пациентов. Нужно то же самое понимание. В том-то и дело, Лидия Алексеевна. Ординаторов-то вы воспитаете, а пациентов-то кто? А вопрос, а кто должен воспитывать пациентов? Вопрос интересный. А давайте сейчас послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Я несколько раз был в больнице и видел, что врачи очень сильно замотанные сеческого рода работой на нескольких точках. Первая смена в одной поликлинике, вторая смена в другой поликлинике, вечером еще и по вызовам бегают. Может быть, можно им как-то денежку побольше платить, чтобы они работали на одном месте и уделяли больным больше внимания. пациентам спасибо за звонок. вот видите, признательно, поэтому не все так плохо, вы понимаете, когда пациенты действительно, когда пациенты наши признают и понимают, что действительно все-таки это не сфера обслуживания, а это та ситуация, когда каждый из нас, оказываясь один на один с болезнью, надеется на помощь. И вот это признание государством роли профессионального врачебного сообщества. Как ни странно, вот этому частично способствовал ковид сейчас, на сегодняшний день. Но мы никак не придем вот к той вожделенной цифре, которой, в общем-то, добивается активно профессиональное медицинское сообщество с тем, чтобы уровень волового внутреннего продукта, который приходит в сферу здравоохранения, достиг 5%. Он так колеблется и не превышает 3,3%. И это явно мало. И вопрос о том, что указом президента регламентирован уровень заработной платы 200% по отношению к средним, вы знаете, вот, к сожалению, часто остается декларативной позицией, потому что когда такой уровень будет достигнут, а вот тогда, когда пациент сказал, врач будет работать, на полторы, ставки в одной организации, да еще потом совмещать в другой, вот этот уровень интенсификации труда медицинских работников, он приводит к тому, что, он правильно сказал, замотанный врач, может ли он действительно уделить время, и будет ли он вот с этой теплотой, и с этим вниманием относиться к пациенту, если он не только в состоянии выгорания, но в состоянии постоянной хронической усталости в связи с такой интенсификацией. Поэтому, вот если мы все-таки добьемся того, что вожделенные 5% придут, эта система обязательно умеет медицинского страхования пополнится ресурсами, я думаю, что это будет способствовать и притоку врачей молодых, потому что, понимаете, вот когда сейчас стали собирать предложения после внесения изменений в Конституцию, и эти предложения в том числе шли и к профессиональному медицинскому сообществу, и я участвовала в оценке для того, чтобы дать оценку реальность, необходимы ли это предложение внедрять в жизнь. И что предложит изучить? Нужно вернуться к принудительному распределению врачей после получения образования. Считаю это недопустимым, невозможным, потому что если это будет принудительно, труд врача принудительным быть не может. Но пользы от этого уж точно никакой не будет. Поэтому вопрос о том, что он должен, эта работа должна быть притягательна для врача, в том числе по уровню финансового обеспечения, и потому что он будет удовлетворен своей профессией, тогда будет удовлетворенный пациент. Конечно. Лидия Алексеевна, очень непростой разговор у нас сегодня, но очень важный состоялся. Я благодарна вам за него. И мне кажется, что его нужно продолжить, потому что здесь еще есть очень-очень много вопросов, которые хотелось бы вам задать. Благодарю вас за участие в программе. Это была передача «Звоните доктору». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин